Добрый день, меня зовут Леонов Сергей, я психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения и автор интернет проекта осознанное питание.рф И сегодня мы продолжаем разговор про расстройство пищевого поведения. Сегодняшнее видео посвящено одному из расстройств, а именно перееданию. До этого мы говорили про анорексию и булимию, но сегодня поговорим про переедание. И прежде чем сказать что-то по содержанию, давайте пару слов скажу про определение, чтобы вообще понимать, что такое переедание. Большинство авторов и специалистов выделяют разные виды перееданий по разным основаниям. Мы остановимся на трех, ну скажем, самых популярных, часто встречающихся в литературе видах переедания. Это компульсивное переедание, эмоциональное переедание, или его еще называют эмоциогенное иногда, и приступообразное переедание, или binge eating disorder по-английски. Безусловно, есть много общего у этих видов перееданий. Ну хотя бы то, что, как правило, причины и того, и другого, и третьего вида переедания носят психологический характер. Или то, что человек действительно переедает, то есть есть ту еду, которая в данный момент его телу не нужна. Однако есть и своя разница, свои существенные различия. Ну кому-то опять же они могут показаться несущественными, но тем не менее. Если говорить про компульсивное переедание, то в данном случае человек не обязательно переедает в виде приступов, да, то есть один раз сел и переел, наелся до отвала, до боли в животе. Нет, у него может быть несколько эпизодов небольшого переедания в течение дня. Небольшого, то есть незаметного даже для окружающих. Он может не особо большой объем пищи съедать. Но однако это будет еда без чувства голода, как правило. Кто-то за раз может съедать много при компульсивном переедании, кто-то не очень много. В то же время у кого-то бывает тенденция все время что-то жевать. И не важно какая это еда, у других людей при компульсивном переедании есть тяга к какой-то конкретной еде, например, это может быть там шоколад или семечки или еще какая-то еда. И когда она попадает в поле зрения, человек начинает ее хотеть и не может остановиться. Ну то есть остановить этот импульс именно. Очень часто у таких людей есть предшествующая история диет, голодания и пищевых ограничений. И часто также бывает, что компульсивное переедание входит в состав более общего расстройства, а именно обсессивно-компульсивного расстройства личности. При эмоциональном переедании основное отличие будет в том, что триггером часто к перееданию являются эмоции. Чаще всего неприятные эмоции, с которыми человек не знает как справиться, и именно в этот момент он идет переедать. Если он в спокойном эмоциональном состоянии, то переедание может не возникать достаточно даже длительное время. Хотя и приятные эмоции в ряде случаев могут быть триггерами. При эмоциональном переедании тоже чаще всего нет связи с голодом, человек может переедать без чувства голода. И отношения с едой, они носят такой характер от любви до ненависти. То есть, то человеку нравится то, что он ест, и ему кажется, что у него с едой все в порядке, то наоборот он начинает ненавидеть еду, считая, что это корень всех зол, источник всех проблем. А среди всех вот этих видов, про приступообразное мы сейчас поговорим, именно приступообразное переедание, или биншитлиндизода, является официальным расстройством пищевого поведения, которое включено в частности в такое авторитетное издание, как руководство по диагностике и статистике психических расстройств Американской психиатрической ассоциации, или ДСМ, в пятую версию. В то время как компульсивное и эмоциональное переедание не включены туда, именно как расстройство пищевого поведения, хотя, безусловно, нарушением пищевого поведения они тоже являются. Какие критерии приступообразного переедания? Первый критерий – это наличие самих приступов обжорства, или переедания, которые характеризуются двумя моментами. Во-первых, человек съедает гораздо больше пищи, чем он съедает в остальные приемы пищи. И больше, чем большинство людей могут съесть за определенный дискретный промежуток времени. И, во-вторых, он теряет чувство контроля. Точнее, у него есть субъективное ощущение потери чувства контроля над тем, что происходит. Как будто это происходит без контроля. Второй критерий – он многосоставной. То есть, для того, чтобы соответствовать второму критерию, нужно, чтобы пищевое поведение удовлетворяло минимум трем аспектам. Трем из пяти. Первое – это прием пищи происходит гораздо быстрее, чем обычно. Второе – продолжается прием пищи до тех пор, пока человек не почувствует дискомфорт. Третье – принимается еда без предшествующего чувства голода. Четвертое – чаще всего пища принимается в одиночестве. И пятое – это чувство вины, отвращения к себе или состояние депрессии. Если хотя бы три из этих аспекта присутствуют, тогда можно говорить о соответствии вот этому второму критерию приступообразного переедания. Третий критерий – это выраженное чувство страдания из-за переедания. То есть, не только в сам момент, когда человек переедает, ему плохо, но ему плохо в принципе. Даже в моменты, когда он не переедает, просто потому что это переедание с ним случается, он не может его контролировать. Оно эмоционально тяжело переживается. Четвертый критерий статистический – расстройство пищевого поведения по типу переедания можно диагностировать, если их как минимум один раз в неделю такое случается на протяжении последних трех месяцев. Соответственно, если вы переедаете, предположим, раз в месяц, раз в несколько месяцев, раз в полгода на каком-нибудь празднике, изредка, конечно, это не будет расстройством пищевого поведения. Ну, это все, скажем так, слова и теория. Она, может быть, не совсем понятна, даже где-то запутывать. Чтобы понять, собственно, суть, что происходит при переедании, почему это все-таки расстройство, а не просто вредная привычка или что-то такое, тоже незначительное. Давайте посмотрим несколько реальных историй с жизнью. Когда Женя стала подростком, она обнаружила, что поправилась. Бабушка и дедушка, у которых она тогда жила, кормили ее большими южными порциями, и нельзя было встать из-за стола, пока тарелка не опустеет. «Отрастила филейную часть», – говорила бабушка, и Женина самооценка, которая оказалась и без того низкой, падала куда-то еще ниже. Да, у меня было очень стойкое убеждение, что если я толстая, то я плохая. Одна из моих бабушек, она до последнего не могла смириться с тем, что я полная. Она предлагала мне купить какие-то курсы для похудания. Она очень сокрушалась о том, что вот я полная. Вторая бабушка как-то произнесла, разговаривая по телефону со своей знакомой, что вот у нее приехала внучка. Да, хорошо выглядит, но она большая, лицо хорошее, а в остальном она, конечно, большая. Кстати, есть исследование, которое показывает, что 90% полных людей выслушивают издевательства на тему их веса от членов собственной семьи. Родителям, мужьям и детям и в голову не приходят, как больно ранят их традиционные шуточки. Женя жгуче стыдилась своего тела. Сейчас в ее взрослой жизни и в ее собственном доме нет зеркал. Она не хочет видеть свое отражение. Даже сейчас уже по прошествии там многих лет работы с терапевтом меня накрывает вот эта вот паническая мысль о том, что я хочу похудеть любой ценой. Это вот главное желание в жизни. Разбуди меня посреди ночи и скажи, хочешь Феррари? Скажи, нет, я хочу похудеть. Я была в ужасной депрессии. Даже подумала о самоубийстве, поскольку не видела другого выхода. Думала, что никогда не похудею, никогда не стану счастливой. Когда критика одноклассников стала невыносимой, Виктория стала есть все больше и больше. Это ее успокаивало. Переедание стало гораздо больше проблемой, нежели родители могли себе представить. Часто она ела втайне от них. Я ела чипсы и другие вредные пищи. Печенье. Я всегда прятала это. Уносила к себе в комнату и ела, чтобы этого никто не видел. Я работала в супермаркете. И мне приходилось делать вот что. Я уносила всю еду в машину. Чипсы, печенье, кексы, чтобы не вводить ее в соблазн. Она запирала входную дверь, чтобы я не могла пойти купить себе вкусненькое. Я научилась открывать окно. Ничто не могло остановить меня. Так мне хотелось есть. Я не могла остановиться. Еда стала моим наркотиком. Виктория в попытках избавиться от лишнего веса перепробовала все. От диет до таблеток для похудания. Но ничего не помогло. Еда стала привычкой, которая не поддавалась контролю. Когда я что-нибудь ем, меня начинает одолевать чувство вины. Я думаю, зачем я это ем? Не надо было это есть. Это надо прекратить. Это неправильно. Больше так не буду. Но потом все это повторяется снова. Меня больше всего тревожит то, что она просто умрет. Она может дойти до такого веса, что это скажется на ее здоровье, на сердце. Вот чего я боюсь. Больше всего на свете. Больше всего. Четыре года назад Виктория поставила диагноз. Синдром плекистоза яичников. Это заболевание может привести к бесплодию. Многие женщины, страдающие от него, имеют лишний вес. Она больна. И я старалась делать все, чтобы она похудела. Два или три года назад ей сказали, что сама она вряд ли родит. Это разбило мне сердце. Потому что человек она очень хороший. И давайте от историй к фактам про переедание. Дальше, собственно говоря, я буду говорить и про приступообразное переедание, и про компульсивное, и про эмоциональное. То есть во многом буду дальше говорить именно про общие моменты, которые их объединяют относительно этих трех видов переедания. Хотя есть какие-то аспекты специфические для каждого вида. Первый факт заключается в том, что большинство людей не считает, что у них есть расстройство пищевого поведения. И, соответственно, к сожалению, реже обращаются за специализированной помощью. А если и обращаются, то чаще это помощь в виде разного рода программ похудения. В отличие, например, от булимии, когда человек все-таки, как правило, большинство людей понимает, что что-то не так. Иногда что-то сильно не так с их пищевым поведением. При анорексии, если человек сам это не понимает, что у него расстройство, то окружающие начинают видеть это. Особенно, когда вес существенно меняется. А вот при переедании ни окружающие часто не замечают, ни сам человек не придает существенного значения и не считает, что это именно расстройство. Проблема в том, что это откладывает обращение за помощью. И когда человек уже обращается за помощью, ну просто помочь может быть сложнее. Второй момент. Распространенность примерно от 1 до 4 человек на 100. А среди участников, опять же, программ похудения, это практически каждый третий, страдающий именно этим расстройством. В то же время, хорошая новость в том, что ремиссия наступает чаще, чем при булимии и анорексии. То есть прогнозы по лечению этого расстройства не лучше. Четвертый момент. Индекс массы тела чаще находится у таких людей в области либо избыточного веса, либо 1, 2 или 3 стадии ожирения. И с этим же связан пятый пункт, что примерно 30% людей, страдающих ожирением, страдают и расстройством пищевого поведения, чаще всего по типу именно переедания. В то же время переедание тоже часто приводит к набору веса. Чаще, чем, допустим, другие расстройства пищевого поведения. При анорексии вообще набор веса не грозит. При булимии достаточно редко он бывает. И при других РПП тоже. Однако, надо тут сразу оговориться, что есть также определенный процент людей, которые имеют избыточный вес или даже ожирение, но они не страдают перееданием, именно как расстройством пищевого поведения. В частности, ожирение может быть симптоматическое, когда есть основное заболевание и, как следствие, уже возникает ожирение. Например, при каких-то серьезных эндокринных патологиях, либо других психических расстройствах. В то же время есть люди, которые страдают перееданием, однако это не приводит у них к набору веса. Но все-таки чаще всего взаимосвязь здесь действительно есть. И почему это плохо, дальше тоже поговорим. Ну и еще один факт про статистику, что женщины болеют примерно в два раза чаще мужчин. Хотя, допустим, при анорексии и булимии примерно в 10 раз чаще женщины болеют, чем мужчины. То есть, для мужчин, таким образом, гораздо более характерно именно вот это расстройство пищевого поведения, чем, допустим, булимия или анорексия. Если говорить про особенности самого расстройства и людей, личности людей, страдающих этим расстройством, то несколько можно моментов выделить. Хотя их, конечно, гораздо больше. Во-первых, частая путаница с тем, что понимать под перееданием и где грань вообще между нормой и расстройством. И здесь две крайности, как обычно. Первая крайность, когда человек диагностирует у себя это расстройство, думает, что действительно у него расстройство, хотя на самом деле у него, условно говоря, все нормально с пищевым поведением. Допустим, вы пошли на день рождения и там вот как-то так случилось, что вы съели там, не знаю, 2-3 куска торта и вам было прям нехорошо. Вы подумали, вот я объелась, вот другие там не объелись, наверное, я не могу себя контролировать, наверное, что-то не так с моим пищевым поведением. Однако, если там, допустим, последующие там 2-3 недели, месяц, полтора-два вы питаетесь нормально, ни в чем себя не ограничиваете, вообще не думаете особо про еду, да. А вот это переедание, ну, случилось вот раз, допустим, в 1-2 месяца, да, или еще реже, то понятно, что никакого расстройства у вас нет. Или, например, вы заметили, что к концу месяца на работе у вас было много дел, был какой-нибудь отчет, аврал, дома куча дел, и вы настолько сильно устали, эмоционально, физически, что не сдержались вечером и несколько дней подряд, допустим, покупали, ну, не знаю, там, по 2 мороженки и съедали, или там по пакету чипсов, или по 2 пакета чипсов и съедали, хотя раньше вы так не делали. И вы точно понимаете, что это конкретно на фоне у вас эмоций. И вы думаете, ну, все, наверное, у меня с психикой что-то не в порядке, да. Но, опять же, если это случилось эпизодически, да, ну, то есть раньше такого не было, и потом еще, может быть, долгое время, да, такого не будет, и в остальном с вашим питанием все нормально, то, скорее всего, никакого расстройства у вас нет. То есть, в конечном итоге, ну, может, с каждым случиться такая история. Вот, а другая крайность, она заключается в том, что, наоборот, тогда, когда, скорее всего, у человека есть расстройство, он может думать, что нет, это просто лень, это просто вредная привычка и так далее. И, соответственно, не обращаться за помощью. Ну, и надо сказать, что в русском языке слово переедание, да, оно, ну, как, не имеет какого-то выраженного оттенка расстройства. Да, то есть, любой человек может сказать, что я вот там сегодня переел, предположим, да. И, действительно, любой человек может иногда переедать. Вот. Однако, приступообразное, например, да, переедание, это все-таки, действительно, расстройство пищевого поведения, которое, в свою очередь, является психическим расстройством. А еще одна особенность, это смещение акцента с пищевого поведения на цифру на весах и объем. Человек, который страдает перееданием, чаще всего, как мы говорили, все-таки склонен к набору веса. И это сподвигает его к тому, чтобы начать беспокоиться о цифре на весах и о своих объемах, вместо того, чтобы беспокоиться о том, что происходит с его пищевым поведением и, ну, начать там что-то менять. А эта особенность, в свою очередь, приводит к третьей неприятной особенности, это к попаданию в такой замкнутый круг, в цикл ограничения-срыв. Человек начинает корректировать свой вес с помощью разного рода пищевых ограничений, диеты и так далее. И любые ограничения, там, в 99% случаев, они заканчиваются срывом. Причем этот цикл, он может происходить быстро, в течение суток, например, допустим, вечером вы переели, с утра вы себя ограничили, сели там на какую-то диету, весь день сидели, особо ничего не ели, к вечеру не смогли сдержаться, снова переели. Он может быть в течение недели, например, была тяжелая неделя, выходные вы переели, решили все, с понедельника сажусь на голодание. Начали голодать, понедельник, вторник, среду, там, к четвергу уже сложнее, к пятницу еще сложнее, в субботу с воскресеньем снова переели. И по новой все, да, началось. А этот цикл, может быть, в течение сезона или в течение года, да, за новогодние праздники человек переел, потом ужаснулся, что он там набрал несколько килограммов, начал себя ограничивать, в течение лета себя ограничивал, как-то держался, потом ближе к осени или к зиме все уже чувствует, что я уже постоянно жить в системе ограничений не могу, он снова срывается, там снова Новый год, да, и вот опять же все понеслось по-старому. Можно жить месяцами, годами, десятилетиями в таком вот цикле ограничений и срывов, да, и так и не суметь из него выйти. Поэтому опасность как раз-таки здесь состоит в том, что человек вместо того, чтобы анализировать причины переедания и работать с самим пищевым поведением, пытается подходить очень однобоко к еде в плане ограничений и пытается повлиять именно на свой вес и на объемы, хотя это лишь верхушка айсберга. Если говорить про то, в чем опасности, да, пищевого расстройства по типу переедания, опасности действительно есть, они кажутся менее очевидными, чем при, допустим, булимии и анорексии, однако они есть, они вполне серьезны. Во-первых, это повышение сахара и риск диабета второго типа, потому что при переедании чаще всего тянет на продукты, содержащие простые углеводы, но иногда еще жиры или углеводы и жиры одновременно. При систематическом употреблении в больших количествах, да, действительно есть риск диабета второго типа. В то же время резкие перепады веса из-за программ похудения могут приводить к негативным последствиям для практически всех органов и систем организма. То есть человек худеет, полнеет, худеет, полнеет. Меняется гормональный фон постоянно, перестраиваться должна сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат и желудочно-кишечный тракт. И это, безусловно, может иметь достаточно серьезные негативные последствия. В этом плане лучше ничего не делать со своим весом, чем постоянно ходить и полнеет. В то же время при переедании, как мы сказали, в принципе, да, повышен риск набора веса, повышен риск проблем с желудочно-кишечным трактом, особенно при приступообразном переедании, когда за раз человек съедает очень много пищи, до состояния боли в животе, конечно, эта нагрузка идет разовая такая интенсивная на и желудок, и поджелудочную железу, ну, в принципе, там и на печень, да, и на кишечник. С точки зрения психики повышен риск по статистике у таких людей, повышен риск депрессивных расстройств, биполярных расстройств и тревожных расстройств. То есть очень часто, ну, скажем, не очень часто, но чаще, чем в популяции людей без этих, без переедания, встречаются вот эти вот расстройства эмоциональные. Если говорить о том, что делать, несколько шагов, которые можно предпринять самостоятельно, чтобы хотя бы немножко, немножко, ну, облегчить свое состояние. Полностью самостоятельно справиться с этим расстройством может быть очень даже непросто, однако кое-что сделать самим все-таки возможно. Во-первых, своевременно утолять чувство голода. Здесь идея очень простая. Допустим, если вы сейчас попробуете в течение минуты не дышать, задержать дыхание, то потом через минуту вы увидите, что вы стали дышать чаще и глубже. Вы не сможете дышать, как обычно. Ну, какое-то время, по крайней мере, да. Почему? Потому что минуту вы не дышали, у организма был, создался дефицит кислорода, и потом ему кислорода потребовалось больше и чаще. С голодом примерно та же история. Если вы не вовремя себя покормили, голод накапливается, и потом, в следующий раз, когда вы будете есть, а этот в следующий раз рано или поздно все равно настанет, риск того, что вы съедите больше, он, ну, гораздо выше. У любого, причем, человека, не только у того, кто страдает РПП. Поэтому своевременно утолять чувство голода, это значит, кушать либо сразу, когда вы чувствуете голод, либо там, ну, в течение, там, 5-10-15, может быть, да, минут. Вот. И это может быть, ну, по крайней мере, с физиологической точки зрения, да, несколько уменьшать вероятность переедания. А если переедание будет, может быть, оно будет, допустим, менее интенсивным, или меньшее количество пищи вы съедите. Если же вы накапливаете голод, то просто вы можете больше переедать, чаще переедать, и это может быть более интенсивно, больше дискомфорта причинять. Хотя, безусловно, причины переедания основные, они не связаны только с тем, что человек не своевременно кушает. Второе, что можно делать, это вести дневник по эпизодам переедания, куда вы записываете несколько моментов. Во-первых, ситуацию, которая предшествовала перееданию. Ну, допустим, вы пришли домой с работы, а вечер вы дома одни, например, там, не знаю, муж на работе, дети в школе еще, вы поели, да, и потом вот продолжили есть, не смогли остановиться, и съели там очень много. Но вот ситуация, которая предшествует, да. Телесные ощущения. Например, вы вспоминаете, какие телесные ощущения были у вас вот буквально до того, как вы стали переедать. И припоминайте, что, например, было ощущение усталости, и может быть, допустим, ощущение напряжения в области воротниковой зоны или плеч. А что чувствовали вы? Чувствовали именно не в момент переедания, а до того, как вы стали переедать. И может быть, вы замечаете, что вы до этого чувствовали, например, раздражение и досаду. О чем вы думали до этого? Может быть, вы заметите, что вы думали, допустим, о том, что на работе был такой тяжелый день, что сейчас вообще уже ничего не хочется, а сейчас придет муж, дети, надо их кормить, потом там стирать, убирать и так далее. И вот какие-то такие мысли у вас в голове сами собой проносились. И, исходя из ситуации, ощущений, чувств и мыслей, можно предположить, а в чем же была ваша настоящая потребность в этот момент. Возможно, в данном случае, допустим, вам просто хотелось лечь и отдохнуть. Ничего не делать, да? Но какой-то другой голос, например, голос внутреннего критика, сказал вам, что не время отдыхать, на пенсии отдохнешь, на том свете отдохнешь, чего ты вообще собралась тут отдыхать. Лежать – это значит ничего не делать, лодорничать. Надо быть полезной, нельзя просто так ничего не делать. И вы поэтому благополучно забили на эту потребность, а потом раз и переели. То есть, таким образом, когда вы записываете по поводу эпизодов передания вот эти вот моменты, постепенно вы можете начать выстраивать связь между тем, что произошло с вашим пищевым поведением и тем, что происходило снаружи и что происходило внутри у вас. И еще один момент – это постепенно убирать жесткие пищевые запреты. В долгосрочной перспективе это поможет справиться и избавиться от расстройства пищевого поведения, в том числе от переедания. Но, конечно, в краткосрочной перспективе это может вызвать скачок тревоги, потому что многие, например, клиенты, с кем мы это обговариваем, говорят, что если я уберу запрет ее, Сергей, то завтра я уже не войду в дверь. То есть есть большая тревога, что я сразу начну объедаться, есть все, что не приколочено, все, что приколочено, тоже отрывать и съедать. Эта тревога вполне понятна. Если вы долго-долго себя раньше ограничивали, а тут раз и сняли запреты, понятно, что психика и тело могут так отреагировать. Чаще они так и реагируют. То есть тело начинает хотеть именно те продукты, которых вы раньше себя лишали. И даже может вес набрать. То есть один, два, три килограмма. Но важно понимать, что это не будет продолжаться бесконечно. Это может быть одну, две, три недели, четыре недели. Но потом, когда психика ваша и ваше тело поймут, что все, война закончилась, нет уже постоянных этих ограничений, запретов, не надо пытаться урвать кусочек. Сейчас еда уже доступна будет все время. Вот тогда, скорее всего, тяга к этим продуктам уже уменьшится. Соответственно, вес, даже если он немножко набрался, может прийти к физиологической норме. Но вот этот период, его надо пройти. И многим, конечно, это дается непросто. Однако, можно попытаться и хотя бы начать с каких-то запретов. Не обязательно все за раз убирать. Это действительно может быть стрессово для кого-то. Но хотя бы какие-то попробовать убрать. Потому что любые запреты, как я уже говорил, они лишь провоцируют переедание и усугубляют проблему. Они помогают. Ну и несколько слов о том, где можно подробнее еще почитать, поузнавать, посмотреть относительно самого переедания, особенностей, помощи при переедании и так далее. Во-первых, замечательная книга, которую я все время рекомендую при различных РПП. Николь Шнакенберг. «Мнимые тела подлинной сущности». Николь сама прошла через тяжелое расстройство пищевого поведения. В книге, в том числе, она на это ссылается. Сейчас она является психотерапевтом, специалистом по РПП из Англии. И в книжке очень много таких поддерживающих текстов, очень много рекомендаций есть, историй, примеров. И акцент там сделан именно на расстройстве образа тела. Но то, как восприятие своего тела, способно в итоге приводить к расстройствам пищевого поведения. И это очень важный момент, потому что практически при любых расстройствах пищевого поведения человек воспринимает свое тело, свою внешность не совсем корректно. Еще одна книга Джиллиан Райли «Ешь меньше, прекрати переедать». Она есть на русском языке, в том числе. В этой книге что есть полезного? Это методичное регулярное напоминание автора о том, почему вредна идея вообще сама про похудение, про диеты, к чему это приводит и почему нужно любыми способами стараться этого избегать или от этого отходить. Как это может помочь справиться в том числе с перееданием. И еще одна книга «Эвелин Трибл» или «Эвелин Трибл» еще в русской транскрипции «Элис Рэш». «Интуитивное питание». Собственно, это одни из главных, первых популяризаторов вот этого направления, да, интуитивное питание. Сейчас оно уже представлено и в России, есть разная литература и на русском языке в том числе. Это направление, метод, который позволяет регулировать свое пищевое поведение без жестких запретов, ограничений, насилия над собой. Это не метод похудения, а именно метод выстраивания здоровых отношений с едой. Но в то же время это и не методика лечения расстройств пищевого поведения. То есть это тоже важно здесь понимать. Однако очень много хороших, полезных действительно идей, которые могут пригодиться при лечении расстройств пищевого поведения. В то же время надо понимать, что не всем подходит именно вот этот метод, да, интуитивное питание. Потому что для того, чтобы питаться интуитивно, очень важно, чтобы у человека была достаточно высокая чувствительность к ощущениям, сигналам собственного тела, к сигналам голода, сытости, усталости и к другим физическим ощущениям. У кого-то такая осознанность и чувствительность есть, она достаточно сильно развита. И для этих людей интуитивное питание, особенно если раньше такие люди худели с помощью диеты, ограничений, для них прямо вот, ну, то, что доктор прописал, это может быть, да. Однако есть люди, у которых в силу разных причин чувствительность к ощущениям своего тела снижена. Вообще контакт с телом очень сильно нарушен. Это в частности может быть при, как следствие, допустим, психических травм, насилия, депривации очень сильные в раннем возрасте, каких-то серьезных переживаний, серьезных заболеваний, выживания в катастрофах и так далее. Когда контакт с телом настолько нарушен, что человеку трудно ощущать вот элементарные телесные ощущения, в том числе голод, сытость и так далее, да. И ему надо работать над восстановлением этого контакта, и эта работа все-таки больше такая психотерапевтическая, а потом уже возвращаться к интуитивному питанию. Именно поэтому в интернете можно встретить отзывы людей, которые пишут, что «а мне не помогло», да. Да, действительно, это не панацея, и определенному типу людей это не помогает по вполне понятным причинам. Если говорить про фильмы, то тот же фильм, который я всем рекомендую, вне зависимости от того, какое это расстройство пищевого поведения, это фильм «Дын», «Худая» или «Анорексия» переводится, про частную клинику по лечению пищевых расстройств США, где показаны девушки с анорексией, булимией, перееданием, показаны, как их лечат, показаны кусочки из сеансов индивидуальной, групповой психотерапии, как они общаются друг с другом, как они относятся к еде, о чем они думают. То есть в этом плане такая невыдуманная история, потому что фильм документальный. И причем, как правило, все пациентки этой клиники с тяжелыми формами расстройств пищевого поведения, и можно как бы в такой очень выраженной форме яркой увидеть, как вообще это все проявляется, и насколько это может быть серьезно и опасно. Наш фильм российский Елены Погребежской «Тонкий и толстый», пожалуй, пока первый, по-моему, насколько я знаю, единственный пока такой очень профессиональный фильм про РПП, именно профессиональный, то есть не просто там популярный такой, что популярных передач разных, где обсуждается, даже анорексия их очень много, но это все такой очень как бы дилетантский уровень. Вот, фильм и снят профессионально, и подход сам профессиональный, там есть мнение экспертов, там есть две героини, ну, собственно, кусочек этого фильма уже был в историях. Вот, поэтому тоже всем рекомендую, это очень интересно с точки зрения того, как устроен внутренний мир людей, страдающих расстройством пищевого поведения. И также цикл передач «Врач для толстяков», ну, это русский перевод или «Фэт доктор», по-английски «Британская передача», цикл, точнее, да, передач. А там показаны в основном люди с морбидным ожирением, с весом, как правило, там от 150-180 кг и выше. И акцент, конечно, нам сделан именно на похудении, на том, как помочь им похудеть, и более того, показан конкретно один метод, это хирургическое вмешательство, резекция, баллонирование желудка. Ценность передачи не в этом, безусловно, и смотреть ее надо не с целью, как похудеть, а с той целью, чтобы понять, как человек доходит до такого состояния, потому что у многих, кто до него дошел, есть именно пищевое расстройство по типу переедания, в том числе приступообразное переедание. Ну, потому что, например, набрать 180 кг от 80, допустим, изначальных, просто так вот невозможно. И это не просто лень, это не просто привычка. Что-то должно происходить у человека внутри, очень серьезное. И там показаны герои, героини передачи, показано, как они думают, что они чувствуют, как они едят, да, то есть, опять же, передачи документальные. И в этом плане можно более точно понять, вообще, что происходит с такими людьми. А нас сами, если вы будете смотреть, то на сами кусочки касательно хирургии, да, можно просто не смотреть, не перематывать. Потому что, во-первых, это, ну, акцентом сделан, да, все-таки на похудении, что психологически не совсем правильно и корректно. Во-вторых, сами по себе хирургические методы похудения, они имеют очень большие риски. Ну и в-третьих, если не меняются причины, например, переедания, да, то даже после той же самой резекции желудка и быстрого, действительно, похудения, со временем человек может начать набирать вес обратно. Вот. И давайте пару слов о том, что делать, если вам или вашим близким нужна помощь при переедании. Если вам или вашим близким знакомым требуется помощь в том, чтобы избавиться от компульсивного, эмоциогенного переедания, то я готов здесь вам помочь. Я работаю и с этим расстройством пищевого поведения, и с другими уже на протяжении последних 13 лет. Работаю в индивидуальном формате, очень напринимаю в Калининграде, а по скайпу принимаю из любой страны, да, из любого города. Главное, чтобы был стабильный интернет и ваше желание. Чтобы познакомиться, задать все интересующие вопросы, понять вообще, подхожу я вам как специалист, не подхожу, понять, смогу ли я вам помочь. Для этого есть первичная консультация по скайпу, на которой мы встречаемся, общаемся, уже так непосредственно, да, глядя друг другу в глаза, пусть и через монитор, и после этого вы уже сможете применять взвешенное решение. Если вас все устраивает, все условия, и я понимаю, что действительно готов именно вам здесь помочь, то мы договариваемся про дальнейшую работу. Если что-то не устраивает, я всегда могу порекомендовать, кому еще можно обратиться, из моих коллег в разных тоже городах, которые специализируются именно на помощи людям, с расстройствами пищевого поведения. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube канал, заходите на сайт, там тоже много всего интересного, либо в группы в соцсетях, описание можно найти, ссылки на них можно найти в описании к видео, и любым удобным для вас способом вы всегда сможете со мной связаться. Со своей стороны я всегда рад буду вам помочь. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!